Сибирь. Две шубы как две майки. Дороги все занесло. Пришлось к своему другу Наукоград Кольцово, который находится под Новосибирском, идти на лыжах. На улице сегодня очень холодно, минус 30, поэтому готовить мы будем такое блюдо, которое можно приготовить всегда и везде, при любых погодных условиях. Были бы дрова. Погнали! Привет, Андрюха! Рад тебя видеть! Как ты поживаешь? Греешься? Замерз? Шутки шутками, а зимой в Сибири все-таки снег выпал. Видели такой ролик, как бог родовал снег? Да, 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 да. Конечно, сыпануло как надо, поэтому добираться можно либо на снегоходах, либо на лыжах, либо вот на таких подготовленных автомобилях. На сегодня мы практически в цивилизации находимся, но готовить все будем на открытом огне, готовить будем в казане, а с рецептом этого блюда шикарного нас познакомит Андрей, владелец этого автомобиля, владелец этого загородного дома, любитель вкусно покушать. Что, будем пожигать? Поддувай. Или польем бензин, он как-то не видел. Спички. Сжигалка на морозе не горит. Спички горят. Смоляная. Расскажи мне, что мы сегодня будем с тобой готовить? Сегодня, Женя, мы будем готовить пельмени. Да ладно? Да. Самое, я считаю, удобное на морозе в походе пищи зимой. Очень легко транспортировать. Берешь с собой мешочек мороженых пельменей, жена тебе настряпает, пошел в лес. Они не слепаются, в отличие от тушенку тащить в банках, сам понимаешь. Беспроигрышный вариант вообще, да? Беспроигрышный вариант. Пельмени шикарно сварили, поели. Готовить легко, нести легко. Главное, чтобы была емкость, которую готовишь. У нас с тобой казан, тут печка под казан небольшая. Но в походных условиях, я знаю, ты готовил их и просто на костре, да? Конечно. В котелке можно сварить, на обычном костерке. Ну, в казане, наверное, вкуснее. Конечно, вкуснее. У казана свой аромат. Коварит. Коварит. Коваритный казан. А у меня чугунный казан. Сегодня готовил в чугунном казан. Вот полосненки. Слушай, Андрей, ну ты прав, пожалуй. В такой холод, как бы. И даже пловом не соблазнишься, чтобы так вот долго на улице торчать, что-то готовить. Вот луковицу почистил и уже околел. Конечно. А тут на плов надо 3 килограмма морковки. Настрогать, да? Да, конечно. А тут ее топором придется рубить на морозе. Понятно, что в полевых условиях этого точно не сделаешь. А пельмешки, привезенные с собой, я думаю, прям вообще будут супер. Красота! Пельмешки сейчас пойдут в казан. В горячий кипяточек, в горячий бульончик. А, я даже не знаю, чего я больше хочу. Бульончик. Бульончик, наверное. Бульончик второй партии, блюдо еще лучше. Ну, отлично. Мы ждем, когда закипит вода в казане, чтобы приготовить вкуснячие сибирские пельмени в 30-ти градусный мороз. Сейчас готовим бульон. Давай, поднимай. Оп. Дожди. Две ложки хватит, как думаешь? Думал, что да. А может, три надо? Давай, три. Два, две с половиной, а потом еще добавим. Давай. Все. Сейчас варим бульон, приходим. Бульон. Держать температуру. Пельмени, чтобы не слиплить, должны вот такой плокочущей воде. В казане и чебуреки жарят. Берешь, там и картошку фри. Вот как можно нажарить на большую толпу картошки? Вот полный казан налил масло. Туда и херак, она прям вот такими квадратиками делает, типа, знаешь, как по-деревенски. Жарится она, как корочки. Как-то купили курицу на шашлык, в специях обмазанной. Да нафиг, масло налили кипящего. И прям курицу вот эти ножки, ну, на шашлык уже намаринованный, туда в кипящее масло. Они такие хрустящие стали. Кожа прям. И чебуреки так же туда. Что, я думаю, можно закидывать? Кипит во всю. Видно же, как кипит, да? Как бы так, посмотришь. Пельмени, история о пельмени, конечно, очень интересна. Но нам гораздо интереснее, то, как они будут вкусно кушаться нами. Пельмени испортились, спыли все. Как рыба. А, ты всего у них находит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это бараньи были. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Песня. Песня? Вынимаем. Песня вынимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай рассказывай свой секрет, свой лайфхак. Ложкой вынимать в пару. Держи тарелку. Давай. Как вот их можно ловить там? Да. Только наугад. Некоторые разлепились. Нормально, нормально. Что, переварим, похоже? Все, что специально? Нет. Утрамбовываешь? Это не с самыми произвольными. Вот, все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Высыпаем. Маленько пересолили бульончик. Эти надо поменьше варить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какое самое экзотическое блюдо, которое ты готовил в казане? Ну, и... Или ты так? По основным блюдам, которые там... Плов готовил, басму готовил. Просто кебаб роган готовил. Ух ты, а это что такое? Это мясо. Просто мясо. Слушай, ну скажем... Оно там как в духовке печется. Именно в чугуне надо готовить. Он прогревается, и его потихоньку-потихоньку там томится. Басма мне очень понравилась. Слушай, ну вот такую погоду, как у нас сейчас, 27 на улице... Только пельмени. Только пельмени, да. Мне нравятся пельмени. Да вообще зимнее блюдо пельмени. Ну да, мы находимся в Сибири. Что нужно еще для того, чтобы согреться? Конечно же, десятка-три, наверное, пельмешек. Да. Ну и то, что ты прихватил с собой. Горячий чай. Чай горячий, да. Горячий чай. Люблю я это дело. Приготовить, поесть, посидеть, пообщаться. У тебя очень экзотическая для, наверное, наших краев профессия. Ты работаешь сейчас промышленным водолазом. Да. И работаешь ты в северных морях. А здесь, получается, ты в Новосибирск приезжаешь к себе... В отпуск отдыхать. В свой дом отдыхать. Самый запоминающийся случай какой-нибудь необычный из твоей практики. Ну, стараемся до этого не доводить. Я видел акул. Афигеть. Я видел акул, они рядом с вами плавали. И тюлени под водой ко мне тоже подплывали очень близко. Для них, видимо, в диковинку... Они не понимают. Не понимают, что это, кто это. Если ты больше, она тебя не тронет. Если ты меньше, она тебя тронет. Слушай, ну а вы... Поэтому немножко не посередине, когда акулы вот они. Вот как показывают в фильме. Вот он плавник. А тебе надо делать сейчас спуск. И вот там она... Может быть, уйдет, потом нырнем. Ну, так и есть. Но она потом может прийти, а ты знаешь, что она где-то рядом. Ну, в общем, своеобразно. Теперь твоя очередь пробовать. Кидай. Один, один давай. Готово? Горячий сыр не бывает. Да. Достаем. И бульон. Бежим скорее в дом. Да. Андрей, спасибо тебе большое за такой простой, но вкусный рецепт. Пельмени были отменные просто. Тебе какие больше понравились? С бараниной. С бараниной, да? Ты знаешь, мне вот понравились со свининой и говядиной. Классический вариант. Вот так вот. Можно на одном бульоне в два этапа приготовить два разных блюда, которые понравятся по сути разным, но в то же время очень близким людям. Я тебя благодарю. Рад был тебя видеть. Счастливо. До свидания. Приходите еще. Итак, пока хозяин доедает последнюю пельмешку, я попрошу вас, друзья канала Форнакс Филм, поделиться в комментариях к этому видео рецептами своих блюд, которые вы готовите на природе. Будь то сложное блюдо, либо простое, но вы его считаете самым удачным и самым вкусным, опишите его нам, напишите в комментариях, а мы его попробуем воспроизвести у себя на канале. Потому что у нас есть абсолютно все для приготовления самых разных блюд на природе. Заходите в магазины Форнакс, заходите на сайт форнакс.ру, подписывайтесь на нас в соцсетях, обязательно подпишитесь на канал Форнакс Филм, ведь только так вы узнаете рецепты самых доступных, но самых вкусных блюд, которые можно приготовить на самом разном оборудовании. До новых встреч, пока!